Я открою сегодня в последовании нашей конференции Реминарской активности Дмитрия Славовны закладом «Определение переходного сопротивления слаботочных электрических контактов в условиях земленности контактов поверхностей». Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я, как и стандартная техническая сфера, ассистентка электротехники и промышленной электроники, которые разрешите представить «Определение переходного сопротивления слаботочных электрических контактов в условиях запылевости контактов поверхностей». В настоящее время на транспорте, в авиации, космической металлогии и, в принципе, в любой сфере нашей жизни широко применяются гниатюрные механически управляемые приключатели. К их преимуществам относятся небольшой вес и малогабариты. Однако плохое контактное соединение может привести к выходу из строя приборов, от которых зависит работа всей сложной техники. И если для каких-то металлогих нужд не будет катастрофических последствий, то если дело касается транспорта, то последствия как раз будут катастрофические. Важнейшим показателем надежности микроприключателей является безотказность их работы. Важнейшим показателем, как я уже сказала, является безотказность их работы, а отказы микроприключателей возникают и установлены за различных механических, электрических, химических и других явлений, которые происходят в переходной зоне электрических контактов. Была разработана математическая модель контактов к системе резьбой на примере саблиментов микроприключателей снижневого типа. Как данные микроприключатели являются слаботочными, и в них возникают отказы в основном из попадания в или межконтактное пространство, а также из-за различных пленок, которые образуются в переходной зоне оксидных сульфинах, и которые не разрушаются при замыкании контактов. Основными моделями, которые приключают через стержневого типа, перед вами на слайде. Основными задачами исследования стояли первое, разработать уточненную методику определения сопротивления переходной зоны электрических контактов в реальной условии работы и провести теоретические исследования влияния запыленностей контактов на вероятность боя в работе. Предложенная математическая модель основана на комплекте методики определения предмодействия шероховато-ритковых простей. В отличие уже от существующих методик, данная методика решит, во-первых, возможность упругу, кругопластической, пластической информации выступов в зависимости от нагрузки на метр, в станок изменения параметров шероховатости после снятия нагрузки, после первой примутации, также она учитывая деформацию круглого основания, на котором расположены на углу и стопы, и попадание пыли в межконтактное пространство. Как уже говорилось, реальная поверхность заменяется кумбалентной поверхности, которая представляет собой набор углубных сегментов, случайно образом расположенных на углубном основании. Высота выступов, то есть сферических сегментов, определяется случайно величиной всех формулы 1, и законы ее распределения и фактически это тоже формулы 1. Количество выступов определяется по формуле 2, безусловие радиус по среде сечения выступов реальной и военной поверхности на среде литра. Радиусы всех сферических выступов принимаются одинаковыми и вычисляются по формуле 3. Для упрощения расчетов все выступы шерковатой поверхности разбили на три группы. Первое выступы, которые взаимодействуют, второе выступы, которые не взаимодействуют, и третье выступы, которые взаимодействуют через частицы пыли. Посмотрим сначала взаимодействие выступов мерными, которые взаимодействуют без частицы пыли. В взаимодействии двух выступов определяется связь их сближения. А. Оно задается при программном расчете. Остальные величины определяются по предложенному в исследовании формулам. Если расчет ведется в относительных величинах, если определяется относительное сопряжение для этой созвездочкой, если она уменьшена, чем 6, 8, 17, то взаимодействие является упругим, и тогда относительные силы взаимодействия радиуса на контактное давление определяется по формулам Герца. Если же относительное сближение больше, чем 6, 8, 17, то идет речь уже об упругопластической и пластической информации. В этом случае относительные силы сближения, среднее контактное давление радиуса на контакт определяется по формулам 6 и 7. Эти формулы были предложены в работах из Майлова. Дальше рассмотрим взаимодействие выступов с частицей пыли. Частицы пыли для упрощения расчетов представлены эквивалентными шарами. Опять же, для упрощения расчетов представлены, что они расположены между выступами, и взаимодействие выступов с частицей пыли носит упругий характер. Если сложить взаимодействие каждого выступа с частицей пыли, то сила взаимодействия определяется по формуле 9. Это, опять-таки, формула Герца просто преобразуем для двух выступов. И определяется она через суммарное сближение, как и в предыдущем случае, только здесь еще добавляется диаметр пылинки. Опять же, для расчета учитывать, что если растягивающее напряжение всякой пыли, в любом случае, которая представлена большим пределом ее прочностью, то она сушается и не влияет на расчет. Также при взаимодействии имеют место упругие и пластические деформации. Как показали расчетные исследования, в основном выступы деформируются упругие, пластические и пластические. После снятия нагрузки, после первой коммутации, польные деформации исчезают, а пластические остаются. При этом изменяются параметры широковатости, то есть высота микровыстоков и радиус выше микровыстоков. Эти изменения необходимы в расчете. Для учета этих параметров было проведено исследование в программу комплексе «Ансис», моделировало взаимодействие двух выступов. Поскольку в данном случае задача является симметричной, моделировало взаимодействие в четверти выступа и нагружалось жесткой плоскостью. Разбивка на конечные элементы, а также зона нагружения, хорошо видны на представленном слайде. По результатам моделирования были получены зависимости от относительной величины округлого уменьшения высоты выступа и коэффициентного увеличения радиуса высшего выступа в зависимости от относительного сближения. На графике эти формулы представлены с элементарными линиями. Эти зависимости были аппроксимированы соответственно формулами 10 и 12. Как видим из представленных выступов, точность аппроксимации достаточно высока и по этим формулам можно вычислять изменения параметров широковатости. Сопротивление переходной зоны электрических контактов рассчитывается как при параллельном соединении сопротивления отдельных микровыступов. При этом если среднее контактное давление, которое мы получили при расчете, меньше чем в пределах прочности пленки оксидной сульфины, которыми покрыты контакты, то тогда сопротивление отдельного микровыступа складывается в сопротивление стягивания и поверхностное сопротивление пленок, это формул 13. Если же пленка разрушается, то сопротивление складывается только в сопротивление стягивания. Для подтверждения адекватности предложенной методики были проведены эксперименты для латунов и элементов контактов. Результаты этих экспериментов были сравнены с экспериментами, которые получили в своих работах другие авторы. Как видим, точность эксперимента достаточно высока, результаты совпадают. Также в результате работы была получена зависимость вероятности сбора от концентрации частиц пыли на контактной поверхности. Признаком сбора правильность повышения переходного сопротивления минимум в два раза. Этот признак взят из работы Диана. И как видим, что при концентрации частиц пыли уже около 20 мм квадратных, вероятность сбора достигает 20%. Основные выводы и результаты исследований будут вам прослать. Спасибо за управление. Дисп gravel. Пожалуйста, предположите, вопросы financial? Пожалуйста, предполагIZ 77 сейчас на месте создания organized Воф SIM конечно же не фаз liberty Размер пылиных 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 day а почему, как это это определ Vit他的 пыльник, создавалось или лиш suggesting Экспериментальные исследования работы Андрея, но большие, поэтому он как раз измерял пылинки, поскольку микроприключатели, там в основном стеклянные, ну, части корпуса, части микроприключателей, стеклянные металлические частицы, 16-й грот, приблизительно диаметр пылинки, это, ну, да, у нас есть вопросы. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Нет вопросов. Когда у меня такое будет, такое сообщение. Молодые ученые, которые у нас сегодня выступают, естественно, так сказать, ставят целью свою работу защитить и получить соответствующую часть степени. Известно, поворот БАКа, то есть высшая стационарная комиссия в сторону опробации на реальных, так сказать, будем говорить о работах, которые у нас входит другую, так сказать, дают только кто-то другой измеряемый эффект. Значит, как мы поступим? Мы поступим к следующему разуме, мы в Петербургской среде сообщения. Мы всем участникам персонально разошлем документ, в котором поблагодарим за участие и напишем очень коротко, что мы приступаем к реализации конкретного проекта, технического, экономического и какого угодно другого характера, перевозка, контейнеров. А слово «контейнер», так сказать, оно включает себя все-все-все-все, между корней Балтийского моря российскими и терминалами Москвы. И мы напишем следующее, что мы нуждаемся в участии в решении вот таких вопросов сложных, физических, либо, скажем, где бы мы видели себя на каком-нибудь точечке, так сказать, вот этой общей, так сказать, интегрированной, сложной, так сказать, проблемой, относительно сложного, то есть одно иное. Значит, и тогда открывается, то есть это именно открываем ворота для процесса, участвовать и сделать его всегда противник. Потому что на базе Санкт-Петербургского университета он завоевал свой декоративный авторитет, создается инженерный центр по разработке технологий, связанных с магнитной реакцией под аккуратностью и под ланатом личного губернатора Санкт-Петербурга. Потому что в нашей стране, мы как раз должны понимать, если за проблемой не берется крупный первый человек, она, как правило, так сказать, как в болоте, так сказать, плотно просто всплывает. Правильно? Я, проживая длинную жизнь, осмотрелся на все эти вещи, и узнав, насколько это не ей, и кто их может решать. Но, а, без инженерных решений, каких-то частных, конкретных вещей, конечно, проект состояться не может. Лена, вы рады к этому относитесь? Открайней положительной. Ну, спасибо. Спасибо, Санкт-Петербурга. Спасибо.